Меня зовут Наталья Савицкая, я специалист по коррекции почерка. Я подготовила для вас важное правило. Выполняйте его, и вы увидите, как сразу снимется напряжение между вами и вашим школьником. Такие описания почерка, как корявый, корица лапой, некрасивый, они очень некорректны, неуважительны и даже оскорбительны. Почерк — это глубокое личное пространство каждого человека. Высказаться плохо о почерке — это то же самое, что сказать, к примеру, как ваш знакомый плохо выглядит сегодня. Неудивительно, что дети обижаются, сильно переживают и могут даже негативно отреагировать в ответ. Вы ведь сами прекрасно понимаете, вкусы у всех разные, и понятие красоты для каждого будет свое. Для психологического комфорта и нормального развития оставьте детям право на эксперименты. Пусть со временем почерк меняется и формируется его уникальность и индивидуальность. Подходите к почерку с более конструктивной оценкой. Разборчивый — неразборчивый. Именно разборчивость и почерка имеют право требовать родители и учителя. Дети ведь и сами соглашаются писать разборчивее. Это требование справедливое и законное. Оно не затрагивает личности ребенка. Дорогие коллеги, родители, помните, что собственный почерк — это быстрое письмо с уникальной системой построения букв, а не строгий шаблонный каллиграфический шрифт. Цените индивидуальность каждого ребенка.